Я вас приветствую, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Средиземье Тени Войны. Итак, дорогие друзья, я напоминаю вам то, что в прошлой серии, к сожалению или к счастью, Брус пал. Нам удалось его, так сказать, унизить по полной программе, понизили его до первого уровня, но, к сожалению, не удалось нам сделать его маньяком. Он пал. Буквально с двух тычек отлицел. Будем надеяться, что он вернется с того света и даст нам бой, и мы еще с ним, так сказать, поквитаемся, если он хочет взять матч-реванш за свое предательство гнусное. Ну, если не вернется, в целом, задача выполнена. Мы его унизили. Предатель должен быть максимально понижен до первого уровня. То есть, предатели, безусловно, мы не будем возвращать в гарнизон Светлого Властелина. Итак, сегодня наша задача по максимуму выполнить все дополнительные задания. Продолжим, так сказать, наводить порядок в нашем гарнизоне. Допустим, вот тут в крепости есть какой-то неизвестный нам капитан. Сейчас, я думаю, мы заглянем к нему в гости и переманим его на нашу сторону. Так, ну, наверное, сейчас тогда пройдемся прямо по вот этой крепости. Заодно соберем артефакты и тельдиночки. Ну, начнем, конечно же, с капитана. Тут, кстати, перед проходом я вижу еще квест от Килибримбора. Неплохо было бы его тоже выполнить. Я думаю, уже где-то в следующей серии мы будем брать штурмом эту крепость. Тут осталось в целом немного. По сюжетному квесту пока, блин, непонятно. В Минус Морголи идти к королю чародею, я думаю, это самое сладкое. Напоследок нужно оставить. Эти орки любят мастерить. Машины их не спасут. Давайте посмотрим. Эти орки не сидят сложу руки. Ага, делают кирпичи, чтобы возводить огромные сооружения. Или, может, чтобы размашить голову своим приятелям? Ронг, пожиратель. Он ядовитый. Он ядом будет нас травить, насколько я понимаю. Неуязвим казни. Это хороший показатель против Талиона, на самом деле. Морозостойкий, чем мы, кстати, и пользуемся в основном. Можем, конечно, не морозить, можем поджигать, можем яд накладывать. Но, как по мне, этот показатель один из самых перспективных и интересных. То есть ты замораживаешь цели, и тем самым накапливаешь ярость. И, грубо говоря, мы сможем больше производить казни, чем положено. Так, его бесит гули, профиль на глаз танку, упрямство, волна силы, цепи ужаса, воин на передовой. Ну да, как я и сказал, отравленное оружие, слабости нам его неизвестны. Они нам и не понадобятся. Попробуем скрытно его сейчас снять сверху. Про скрытность же ничего не было сказано, правильно? Поэтому давай-ка вот так попробуем. У-у-у, сразу полжизни мы ему сняли. Штанал-то сразу снимаем. В принципе, он наш. Но уж нет следов. Сегодня тебя убью я. Я не ударю тебе в спину. Разве что если ты побежишь, он думает, что я буду убегать от него. Мечтать не вредно. Захватывай ему. Повинуйся мне. Вступай в армию светлого восцелина. Так, отдать приказ, куда бы менять себе отправить шпионов у нас и так предостаточно, которые, так сказать, уже находятся бок о бок с вождем. Ну вот неизвестный капитан. Но я не могу его туда отправить. Он доступен, видите, как в специальном задании гарнизон. И столько как подкрепление отправить кому-нибудь, чтобы там главное наш товарищ не обосрался в бою. Уж вдвоем-то должны запинать. Просто мало ли я могу не успеть прийти на помощь, на битву. Все-таки я не вездесущий, не могу все и вся. Так, у нас где-то здесь артефакт, вот он он. Блин. Раскачил, бывает. Тут еще пару тотемов крепости, я вижу их бы тоже неплохо было бы сломать. И посмотреть, что у нас там по самоцветам. Я думаю, мы уже вполне немало набрали. Ого, это какой-то куб. Я так понимаю, это что-то вроде гномьи, гномьего изделия, да? Это устройство, что делало? Вероятно, ничего. Номинорцы слишком много экспериментировали, и слишком мало смогли довести до ума. А, все-таки это Номинорское изделие. Монумент ломаем. И сразу, конечно, неплохо было бы почитать лор об этом предмете. Попробуй, найди его. Почти все собраны. Я так понимаю, сегодня мы доберем все остатки артефактов. По крайней мере, постараемся мы с вами это сделать. Ну вот, попробуй, попробуй тут, найди этот стук артефактов подобрали. Карта. Ламп, угликок, красивый эльфийский плащ. Мне бы такое, да? Я думаю, вы тоже не отказались бы по дому щеголять в трусах и в пласте. Так, Номинорское устройство. Номинорцы знали и умели больше, чем нынешние люди. Они создавали чудесные вещи, которых мы и представить себе не можем. Они щедро делились своими умениями, обучая людей средиземья искусством и ремеслом. Конструкцию и предназначение некоторых их творений мы до сих пор не можем понять. Однако, если копнуть землю на любом поле, то можно найти подобное ему этому устройству. Доказательство того, что великая цивилизация Номинора никогда повелевала Средиземьем. Да, на самом деле, я наслышал, что Номинорцы были прям... Ну, гениями, вот так даже назову. Но в итоге-то они пали. Но Номинор пал. И поправит меня любители и фанаты Властелина колец. По-моему, Номинор пал от Короля Чародеи. В целом, от Ангмара. Блин, был бы неплохо, вот если бы они сделали когда-нибудь, не знаю, мне кажется, вообще, линейку Тенева в Средиземье они не будут больше делать. Но был бы неплохо сделать по Ангмару, честно. Вот по тем временам, было бы клево. Боюсь, этого не будет. Так, следующий артефакт. Уже пять из девяти в этой локации. И... Вообще, значок Гондора. Я правильно понимаю? И что это? Эти слова освободили Гондор от его королей. И тем не менее, наместник сидит в тронном зале и правит. Ведь так? Не вижу большой разницы. Давайте сразу прочитаем. Насколько я понимаю, это... Так сказать... В этом письме сказаны... Как это работает? Если нет управителя, то ставится наместник или что-то в этом роде. Тоже попробуй найти теперь. В самом низу. Тракт о... Намеч... Да, да, я так и понял. На первый взгляд кажется скучным описанием законодательного процесса. Однако, это документ одного из сокровищ Гондора. В Гондоре всегда правил закон. А не прихоть королей. После исчезновения нашего последнего короля, Эанура, государство процветало под управлением наместников, сделавших своей резиденцией Минастирит. Должность наместника передается по наследству, а его указы имеют силу закона, по крайней мере, пока на пустующий трон вернется законный король. Он же Арагорд. Насколько мы знаем, потом вернулся. Однако, случись такое, я не знаю, зачем нам потребовался бы правителя. Он бы просто просиживал трон. Такое, такое. И у нас также здесь на территории есть и тельдинка, и монумент. Даже две тельдинки надо забрать. Забрать, забрать обязательно, чтобы потом к этому, так сказать, не возвращаться. Плюс мы так нагло разгуливаем по крепости. Может быть, кто-то явится, кто-то бросит мне вызов здесь. Какая-нибудь засада будет, я не знаю. За мной придет посыльный. Я готов ко всему буду. Так, удерживать ВСД, затем левую кнопку мыши двигается. О, отлично. Получилось. Дюэт. Ты понял, что-то я не понял, что это значит дюэт. Так, где-то здесь поблизости еще и монумент. Как мне в жопе нехорошо пролетело, да? Сейчас еще в одно попадание я на колени встану, кстати. Желательно бы восполнить нам хеллс-пойнты. Так тихо, ребятки, не дурите. Блин, переместиться-то некуда. Потому что нам сейчас прямо на самый верх надо. Там находится 2-я и тильдинка. Тихо, тихо, ребятки, не дурите. Давайте, кстати, сразу самоцветы проверим. Там по-любому можем что-то объединить. О, тут халявные сведения лежат. Этим мы воспользуемся. Ну, прям направители я не полезу. Пускай это будет для нас сюрпризом, кто здесь правит. А вот, к примеру, вот этих вождей можно и узнать. Ур-Лисак, страж. Улок-Хай у нас, да? Ядостойкий, морозостойкий, бдительность, скрытость на него. Не работает. Его бесит чужая скрытность. Профильный класс командир. Военные стяги. Блин, противный такой Улок-Хай. Призыв подкреплений. Посмертный приказ. Сила Олога. С ним всегда отряд щитоносцев. По слабостям. Вкусный для зверей. Боится граугов. Гулии. Уязвим для дистанционных атак. Казни. Наносит большой урон, как и огонь. Хорошо. Так, ну, давай посмотрим. Посмотрим, что тут можем мы объединить. Ухо у нас тут много, что можно объединить. Красный, зеленый, самоцветы. Так, у нас получается два таких зеленых. Нужно три, чтобы получился вот самый-самый безупречный. Ну да, придется тут подкопить. Подкопить явно. Кстати, можем вот этот поставить, по идее, сейчас. Ну да. Чтоб чуть побольше было урона. Улучшить мы ничего не можем пока что. Давайте быстренько пробежимся. К сожалению, нет. К сожалению. К сожалению. Так, она что, наверху, что ли, где-то? Вот тут мне интересно, сейчас становится, а где она находится вообще? Блин. Потому что я ее не вижу. А, она в самом низу. А я думаю, где она находится. Просто тут бывают эти льдинки, они прям где-то на стене, прям находятся. Теперь он валитец. Хорошо. Интересно, я вот тут смогу выйти? Через вот эти вот врата. А, нет, все. Игра говорит, пошел нахер. Во. И теперь, если что, мы можем отсюда свалить, чтобы кипиш не подняли. Не, к сожалению, тут выйти не могу. Жаль, жаль. У нас тут еще, видите, рядом вот задание от Килибринбора под названием Тирит. Но, пожалуй, надо явиться. Не знаю, успею помочь лорму, рогатому властелину против на рук стена. Конечно, назвали у них. Вот туда пока надо длиться, успеть попробовать. Если успею, конечно. Могу, как бы... Не, успеваем, отлично. А то знаю, как вы там сейчас прыг... Он проиграет, потом будет меня винить, что я вот такой козел, блин. Все это мы проходили с вами, за три, друзья. Не явишься, блин, он будет потом... Даже ты, главный герой, раз умрет, блин, он будет всего приходить ко мне, блин, на могилу. Говорит, вот ты, блин, не спас меня, я буду тебе доказывать всю дорогу. Поэтому нельзя, нельзя бросать беде. Есть шанс, нужно лучше прийти на помощь. Эй! Сюда, кажется, пора мне убираться отсюда. У тебя у них... Руки горят, хит. Заметельно, да? У нашего. Ну, нацикарагу распишет. Сейчас он упадет. Сейчас он пока встанет. Потом переместим его сюда и примем его. Иди ко мне. Чего так много щитоносцев? Прямо смотрю. Вот каждый второй, блин, мне попадается, это щитоносец. Что за рандом такой? Тут, в целом, капитаны генерируются рандомно. Чем я вот обожаю игру? Она абсолютно рандомная и неповторяющая. У каждого своя генерация. И бывает совпадение, я не спорю там. Возможно, вы вот в процессе прохождения увидели похожих капитанов. Но, в целом, я бы не сказал. Все можно принимать. Становись на колени. Ты будешь служить светлому властелину. Все пускай курить бамбук. Level up. До 50-го уже уровня поднялись. Так, а там, походу, события без меня произошли, да? Надо смотреть, что изменилось. Я так понял. Так, это брус. А, нет. Без меня тут еще ничего не произошло. Но я до сих пор неизвестно нам. Я к нему пока не пойду. Он прям находится где-то вот в пещере. Далеко-далеко. Я бы пока тут сначала... Вон, за артефактом бы сбегал. То есть, почистить этот угол, чтобы не возвращаться сюда. Блин, он мертвый. Так прям... Удачно, удачно прилег. О, кстати, вот сведения бы взять, было бы... Было бы прям очень, как бы, неплохо. Покорись мне! Ну-ка, расскажи, кто он такой. Хотя, вот, на самом деле... Давайте, ну, чтобы поинтереснее было. Мы не будем знать, кто там. Мы отправим вот этого червя пригрозить смертью. А, и мы все равно узнаем, кто это. Окбур, собратель мяса. Пускай он знает, что я иду за ним. Так, у нас вот здесь, вот прям артефакт валяется. Карагор? Ага, Карагор за мной ввязался, отстанет меня. Ё-моё. Я думал, казнь не успею, проубить его, но нет. Та, что лезешь, а? Кошатина или собачатина, как тебе правильно сказать? Более кошатина, да? Так, что у нас артефакт тут? О, это гноми щит. Ворс, да-да-да. Гноми щит? Но где сами гномы? Не могу под землей алчат свои сокровищ, несомненно. Гномы, да, они такие для своих сокровищ. Они там чуть ли не в жопу за них дают, извините за выражение. Давайте посмотрим, что там про гномов нам сказали. Не туда зашел. Давайте попробуем с самой низ прям. Во. Гноми щит. В Мордоре не встретишь гномов. На первый взгляд, это страна как раз по ним. Тут много камней и железной руды. Этот щит принадлежал гному из древних времен, который пришел в Мордор, но не как каменот... А, типа, не как землекопатели или рудокоп тут имеется в виду. Вот. Теперь, когда Минус Этиль больше не сдерживает орков в Мордоре, пришло время гномам отложить резцы и молоты, и снова взять щиты. Ну, объективные вещи мы сейчас прочитали. Не, так сказать, ничего нового из этого я не исчерпал, как и вы, я думаю, тоже. Прям где-то в горах, в горах находятся два артефакта. И воспоминания Шелоп тут. Блин, ну, желательно, конечно, мне на вот эти задания явиться. Желательно! Ну, я даже не знаю, как лучше поступить. Ладно. Давай пока тут соберем, наверное, все эти артефакты, воспоминания. Без меня, я думаю, ну, справится. Ну, не справится, но не велика потеря, я думаю, да? Воспоминания Шелоп прям где-то в глубине прям находится. Шелоп, конечно, тут превосходно. Я, с одной стороны, это, конечно, шлак и бредятина, но с другой точки зрения ее классно сделано. Так, и вот как понять? Уж давно не собирал их, вот как тут, а вот все, понял. Посмотрите, какой взгляд, а? Ну, чайку бы, по-любому можно было бы. Она отвернулся от Саурона, как и я. Тем не менее, она этого не понимает. Она тебя боится. Она боится того, что станет Средиземье, когда мы его победим. Ну, с точки зрения, как бы, да. Правильно рассуждает. Где-то вот здесь в горах есть еще артефакт, но как мне до нее добраться? Это уж совсем другая история. Да, мы попробуем. Где-то вот здесь. Что у нас тут? Это какой-то барабан, насколько я понимаю, Орчий. Среди Орков есть и музыканты? Едва ли. Урки рождены для войны, а не для искусства. Ну, как бы, они барабаны используют, насколько я знаю, не для того, чтобы там поиграть, как музыка, да. Они используют, как боевой, этот, как клич. Боевой барабан Орков. Я не боюсь Орков, но признаюсь честно. В ночном мраке я боюсь их барабанов. Орка можно победить в бою. От войска Орков можно укрыться за стенами или уйти с помощью маневра. Но низкий рокот их барабанов не остановит ничем. Этот ритм, сердцебиение их оружейных заводов. И каждый удар оповещает о неумолимом приближении Орков. Мы захватили эти барабаны во времена налета. И я заперла их в большом зале, чтобы они больше никогда не зазвучали. Как будто им проблема создать новый барабан. Я думаю, это совсем не проблема. А ну там стреляют, не по мне. А я его ни за что убил. Так. Где-то вот, это уже где-то в пещере артефакт находится. Прям видно. Но как попасть в эту пещеру? Это вот совсем другая история. Ага. Это даже на удивление. Вот в роднокарте показано, что находится где-то в низине, в пещере какой-то, да? А сейчас как я поставил метку, мне показывает, что где-то сверху. Где-то повыше он находится, этот артефакт. Предпоследний, по моим подсчетам. Да, он в пещере, вот видите, вход, вход где-то вот здесь, походу. Так, бомжи. Давайте я мимо пройду и все. Как это гондарская... Не знаю, чаша или что это? Это амфора. Она древнее, чем кажется. Вот и хорошо, что мы забрали, а то бы урки поганили ее своим грогом. Не говорите, что они там хоронили, так сказать... Хотя, наверное, кремации не было, в Средиземье было, кто знает, напишите в комментариях. Ну, кто меня понял, пепел, короче. Остатки сжигали и пепел туда. Ну, сейчас узнаем. Я не совсем понимаю, для чего это, как для красоты он стоял. А, ну вообще, да! Да, кувшин. Один из давних обычаях, жителей Миносителя, было предложить кувшин воды или вина любому гостю... А, нет, потому что он по-другому используется, гости из чужих земель. К нам редко приходили путники, особенно в последнее время. А путешествие границы, несомненно, разжигало жажду. Но, когда на нас обрушилась беда, никто из Гондора не пришел к нам, к нашим воротам. Почему? Потом к вам Теуден Роханский пришел. Почему он в них тоже не пришел? Пришел. Не надо тут наговаривать. Че, попробуем, раз тут поблизости Окбур, этот доступен, которому мы пригрозили смертью. В огонь, вы монтёрка по имени Окбур Собиратель Мяса. Скоро я расправлюсь с Окбуром. Я так понимаю, нужно освободить драконов. И тогда он явится. Да без проблем. Я могу его убить хоть на драконе. Блин, прям драконы, это самое. Спрятан далековато, я смотрю. Вот он первый. Можно прям на дракона залезть и Окбуро прям с дракона убить. Но это довольно легкий будет бой и скучно, согласитесь. Он мне ничего не сделал пока я в воздухе. Это помниток дракон жахнул? Фаербол. Вот он я. Если хочешь напасть на меня, это твой шанс. Я же хочу. Я и пришел за тобой. Я и пригрозил тебе смертью. Сейчас попробуем скрытно его ударить. По-моему, скрытно на него работает. О, хорошо-то как. Где-то примерно четверть ему сняли. То, что ты пришел сюда, твоя вторая большая ошибка. Первое то, что ты угрожал убить меня. И теперь ты заплатишь за обе. Мечтатель. Еще драконы я слышу прям рядом вон. Фигачится. По-моему, тебе хана, дружок. Ты подчинишься мне. Присягни, наверное, светлому мустилину. Нефига, до 50 в уровне мы подняли его. Отступай. И сразу поблизости выбиваем задание от Килибримбора. Там как раз-таки, по-моему, что-то связанное с драконами, насколько я помню. Блин, там он где-то самоцвет валяется. Ну ладно. Все равно мы будем осаждать эту крепость. Я думаю, уже как раз в следующей серии. Я понимаю, что мы можем, так сказать, облегчить себе штурм. Выполнив вот эти вот задания, которые прямо перед крепостью. Это, так сказать, убить или заклеймить вождей. Но мы не будем. Мы только нашими капитанами будем осаждать. Тирит. Когда Килибримбор вошел в Мордора, во всем регионе вспыхнула междоусобица. Вспомните, как он летал на драконе, убивая могучих граугов своих врагов. Вторую эпоху у нас в почете был Тирит, добродетель бдительности. Мы пристально следили за нашими врагами. Так, нужно победить врагов, при этом освободить драконов, да? А, и уложиться во время надо. Драконов мы освободили. Теперь просто вот так фаербол... Блин. Ладно, я думаю, ничего страшного, на другого сядем. У меня немножко подгорел. Подгорел дракончик. Ну, бывает, бывает. Просто видите, у меня такой скилл, если выпускаю фаербол, я за счет здоровья дракона его трачу. У меня здоровья сразу снимается. Я про это забыл, что мне такой скилл стоит. Поэтому у меня и дракон пал. Там можно другой скилл поставить, на самом деле. Давайте просто вот так пламенем сожгем всех. Кадрине Фене. Убейте Грауга. А давайте попробуем так напасть на него. Блин, он может дойти. Нужно аккуратнее быть. Стой, падла. Иди-ка сюда, ко мне. Жри, 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 эту падаль. Давай-давай, мы сможем его удалить. Все, он наш. На самом деле, я не хотел. Я, я хотел его заклеймить. В итоге, а, он бежит в итоге. Ё-моё. Он выжил или что? А, какой-то засады. Орг выжил, ты угораешь. А я думаю, куда он делся? Я, чтобы вы понимали, я хотел наездик без тени использовать на Грауга, а дракон попался, и в итоге я сел на дракона. Ну, главное задание выполнено, это самое главное. В полном объеме. Истинно бдительен тот, кто следит и за друзьями, и за врагами. Особенно в Мордор, где союзник может в мгновение ока стать противником. Так. Тут еще вот одно задание от Килибринбора, но это нужно открыть навык подчинения, который у нас сейчас пока что закрыт. Но это не проблема, это в целом легко можно сделать. Ну, давайте попробуем. Не знаю, успею явиться на вот этот бой. Попробую. Сетевая виндетта, отомстите за смерть игрока по имени. Да можно сходить. Кому-то, так сказать, приятно сделать, отомстить за смерть зрителя. Ну, или прям любимого подписчика, давайте вот так скажем. Хорошо, на задании успели. Это радует. Еще, так сказать, можем повлиять на исход. Любая, вот опять щитоносец, вот я вам говорил, щитоносцев очень много. Какой длинный день, слишком длинный, я устал, и пить хочу, и жрать. Бейте их жестоко, а потом еще сильнее. Так, ну сразу попробуем его. Блин, не получилось. Я кое-что хотел сделать, а мне это не получилось сделать. Серьезно, я тут залезть не могу. Ты угораешь. А, во, а я думаю, что мне не получается, сам выстрелить надо. Иди ко мне, дорогой, я с тобой поговорю. Это все? Все, на что ты способен? Блин, мало, вот мало, на самом деле, пока что нам попадают уникальных орков, но не забывайте, все самое вкусное еще впереди. Вполне вероятно, что в минус Моргуле уже. Теперь вот не минус и цель. И Литланд. Там просто элитные, мне кажется, орки. Самые сильные вообще в этой игре. От ныне ты служишь мне. Побелевай мне. Ох, все. Кури-бамбук. Шпионам тебя не будем засылать, ты мне нафиг не нужен. Так, ну это наши. Наши везде выжили, в своих испытаниях поднялись в уровень. Красавцы. Блин, в принципе, можем выполнить сразу вот этот квест. Либо прыгнуть на поединок. Как бы нам поступить? Да я боюсь, что я не успею, поэтому давайте прыгнем, поможем ему. Пауки у нас лазают. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо отстанет меня. Я на поединок иду. Думаешь, справиться со мной? Ты жалок. Я выдавал шарах пострашнее тебя. И опять, повторю, щитоносец. Вот и думай. Лежать. Лежать, бояться и кипятком с отцом. Приведи меня даже. Просто надо сразу. Жалко, вот он не может сдаться и сразу на колени встать. Я буду, типа, за светлую область или без боя. Ну, он вообще ни о чем. Ооо! А это называется, нельзя недооценивать врага. Расслабил булочку и все. Он не дал вещь. Почти ваншот. Все, принимаю. Трепещи передо мной. Служи мне. Так, ну а теперь посмотрим, что у нас в гарнизоне произошло. А все. А нет, подожди. Один. Один остался. Причем это какой-то легендарный, я вам скажу. Зум глубоко. Стоп. Глядь, какой-то засадный желтый раскраски. Огни и стойки. Не уязвим к проклятиям. Бесит замораживание. Бесит чужая скрытность. Бесит грауги. Предательство. Кровный брат. Берсерк. Яростный надевск. Ух, понабрал. Высшее качество. Огромная сила. То есть это ваншот, если ударит. Мастер огня. Верный телохранитель. Ну, слабость у него весьма банальная. 46 уровня. Легендарный. И два еще свободных слота. Это вот где брус. Мертвый лежит. И вот этот скок ненасытный. То есть еще как минимум один капитан придет сюда. Какой-то неизвестный. Плюс, если вот этого не захватим, то еще придет. Я все же надеюсь, что брус восстанет. Я до последнего в это хочу верить. Но хрен его знает. Так. Воспоминания шелп в пещере. Это все в пещере находится. Это вот все три. Это все в пещере. Блин, давайте, наверное, зайдем. Все это сразу заберем, да? Чтобы потом к этому не возвращаться. В целом, мы уже практически готовы. Мы готовы уже к осаде. Вот, кстати, мне кто-то там написал. Спасибо огромное. Если нажать shift. Хотя тут так написано. При осаде нам будет показано, кто будет штурмовать крепость. И что с ним будет. Ну, кто там, допустим, лучники с ним пойдут. Хайут. У последнего тут военные стяги. Либо преодоление, да? Мне кажется, с военной стяги куда-то поинтереснее. Тут, допустим, огненные лучники. Либо более точные. Они же зоркие. Либо верховые. То есть, которые на краках. У них тоже, видите, какие-то улучшения есть у крепости. Нормально, мы их уничтожим. Мы подготовимся и начнем осаду уже в следующей серии. Сейчас добиваем вот эти дополнительные квесты. И посмотрим. Посмотрим. Может быть, у нас есть какой-то сюжет на поблизости. Так, и вопрос. А как попасть-то в эту пещеру теперь? Я честно вам скажу, я немножко не понимаю, как попасть туда. А, вижу вход. Увидел, увидел. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, не кипишите, ребятки. Не кипишите. Я просто вас тут приду. Я могу пройти мимо, не трогать вас. Но вот он сейчас бы меня развернулся, ударил бы. Поэтому мне пришлось его убить. Даритель боли. Ты тут. Похоже, устроил праздник боли. Я тоже хочу. Сделай мне больно. Как ты делал другие. Нет. Сделай еще больней. Я выдержу. Я хочу. Я жажду. Любитель бой, сука. Стяги пошел к ты начался без стягива. Давай. Любитель боли. Садист появился. Вот. Обожаю игру за это. Вот тебе засада. Пожалуйста. Только, конечно, тут прям неудобно драться, скажу вам честно. Он еще и 52 уровня. То есть я его не смогу клейнить. Я могу его только понизить. Охренеть. Надо, короче, с бомжами разобраться. Сейчас я предлагаю вот этот костер бахнуть. Сейчас они поближе подойдут. Ну-ка. Блин, потихоньку мы, я думаю, запинаем его. Вам, чтобы бомжи не мешались. Он, мать, как же бомжи, охренеть. Что его можно принимать? Не сопротивляйся. Ну, убивать я его не хочу. Будем. Позорить. Ты ничтожество. Не могу, не чувствую. Он стал безумным. Все, он, ну, грубо говоря, амебы начал становиться. Но он не стал маньяком. У нас ведь есть шанс, что он маньяком может стать. На нем, кстати, можно попробовать проводить эксперименты насчет. Маньячество, выразимся это так. Так, монумент от мы сломаем. Нефиг, тут скоро будет тут наши монументы стоять. А, 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 а. А, 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 а. Он, он, по-моему. Переместиться некуда. Не вижу стрелков вообще. Хоть убей, может, глаза долблюсь, но не вижу. О, прям артефакт закинули, прям запихнули на самый верх. Неплохой локхай на самом деле. Давайте будем честны. Такой довольно-таки жирненький. Я считаю, в игре есть похуже локхай. Плюс он, видите, он уровнем меня превосходил. То есть это приятно. Обычно вот встречаешь противника, который по уровню слабее меня. Но в Литланде такого не будет, поверьте. В Литланде всегда превосходить вас будут. Либо сопоставимо вам. Все, открыто улучшение навыка золотоискателя. Потому что мы последний артефакт нашли в игре. И это какой-то амулет. Такая странная вещь. Для народов юга она так же обыкновенна, как для тебя куртка. Только расстояние отделяет эту вещь чем-то там. Блин, только плевки я не дочитал. Но не суть. Главное, давайте почитаем мы уже тут, вот, что 100%. Вот это меня уже радует, что не придется нам выполнять. И где он? А вот теперь попробуй найди. Вот она. Харадримское жерелье. Мы мало что знаем о Харадримах. В основном сказки, которые рассказывают у костра. В них говорится, что это беспощадные войны. Жестокостью не уступающим оркам. А стойкостью южным горам. За которыми они обитают. Южным горам имеется в виду. Такими сказками пугают непослушных гондорских детей. Но они плохо соотносятся у меня с единственным Харадримом, которого я знаю, Баранорам. Он яростен в бою и стойк, когда это требуется. Но жесток ли? Этого о нем не скажешь. Что он вообще вафля? Сколько раз мы уже его спасали, освобождали? Ну вот скажите мне честно. Но он ни о чем. Не понял. Это что у нас за задание? О, ну слушай, можно прям сразу с ним разобраться. Который обезумел. Ну, что, давайте на нем тогда попробуем эксперимент провести маньяком и сделать. Посмотри, как быстро и незаметно ты можешь остаться в одиночестве. Убить скрытно пять врагов. Ага, зашибись скрытно, я убил. Они сами ко мне пришли. Ага, зашибись скрытно. Угу, этот меня заметил. Да не все заметили. Чуть-таки глаза стыкли. При этом двух нужно убить с краю. Дополнительные задачи. Ну ты угораешь. Давай попробуем. Ну, надо сначала как-то мне. Не знаю, чуть-таки все глаза стыкли. Смотри. Это считается скрытно? Да, считается, но не с краю, да? Вот оставшихся двух. Давай попробуем с краю. Вот я хотел этого лучника убить скрытно. Но он меня увидел. С одной стороны, конечно, хрен бы с ним с этим на это дополнительное задание. Чисто скрытно убить, да и все. О, норк ведь древесину насилует. Нормально. Последний у кого-нибудь зарезать. Вот этого клиента. Я не чувствую, не чувствую, не чувствую. Боль не чувствует он. Сейчас посмотрим, не чувствуешь. Когда я тебя понижу еще раз. Я не чувствую, не чувствую. Я понимаю. Садист, блин. Не чувствую, тот сейчас ты почувствуешь. Женя в пятой точке. Все, принимаем. Понизим сейчас, попробуем из тебя маньяка. Все-таки, не получилось же у нас сделать с брузом. С тобой будем пробовать опозорить. Как легко ты был повержен. Не могу, не чувствую. Он понижается. Маньяком не получается. Пока сделала. Вот хоть ты обоссысь, но не получается и все. Так, у нас тут воспоминания с шелоп. Где-то вот здесь аж находится. Надо забраться. И это, по-моему, последние воспоминания. Артефакты мы все собрали. И тильдинка, по-моему, одна там осталась. Хотя, может быть, на других картах есть. Но артефакты точно все. Больше нет. Ага. Я вижу очертания. Вот она. Она пожертвовала кольцом, отдала его нам. Она просчитывает каждый свой шаг. Ей нельзя доверять. Так, что у нас получается. В гарнизоне. За место бруза получается вот этот, который любит боль у него. Потом он имя себе поменял без боли. Он не чувствует. А так, в принципе, больше врагов. Ну, один еще. Один есть у нас. Но он подождет. Сейчас мы пойдем на сюжетку. Попробуем поискать. Но мы не в Минос Моргл пойдем. Мы будем смотреть по территориям. Вообще, кто-то мне сказал, можно вот так сделать. Пожать Z и мы узнаем, какие задания выполнены. Например, задание Гондор на 100% все выполнены. Их больше не будет. Задание Шелоп тоже. Задание Алтериэль на 50%. Корнан только 33%! Задание Бруза на 100%. Осады 43%. Заклятывая 41%. Тени прошлого. Это, кстати, задание от Килибринбора на 85%. Вспоминание Шелоп 88%. Почти выполнено. Корнан-то, глянь, еще проходить и проходить. И находится следующее в Нурнане. Вот это удобно. Спасибо, что мне объяснили, как это вообще работает. Где буквально пару серий назад были. Тут, видите, теперь задание доступно. Сюжетное. Корнан, все-таки, смотрите, выжило. Молодец. Я думал, она пала. Вот так, ну а что у нас тут с армии? Сразу давайте посмотрим. Нам нужно вернуться в лес Корнан. Посмотреть, что от него осталось. И что можем сделать. Ну, здесь нету врагов. Одни наши стоят. Молодцы. Изменения нету. Что-нибудь меня радует. Ну, я думаю, тут добежим. И призовем, наверное, Грауга. Так будет быстрее, да? Ухлечок мой. Поехали. Так, так быстрее доберемся, чем на своих двух ногах. Не, ну, Грауга, конечно, это мощь. Настоящая мощь. Попробуй его остановить, блин. Гнилостный ветер. Корнан пожертвовал собой, чтобы уничтожить Тарагорода. Но Зог уцелел. Теперь ветер доносит едкий запах разложения. Верните с лес Корнан и выясните, в чем дело. Тебе многим пришлось пожертвовать. Говорит, пойди ко мне. Подойди поближе. В древние времена выгребла Корнан Тарагорода в роковой тени. Лес мой разорен. Потомство мое рассеянное. Ныне огонь погремен вновь, скованный льдом. Из праха грядет новый расцвет. Круговорот не прервется. То есть он возродится, что ли? Что он этим хотел сказать? В Горгороде был один урок. Этот самый Зог. Тот, что в цепи заковал Тарагорода. Повитуха смерти. Это тот, который Некромант, по-моему. Он пробудил Тарагорода. Да-да-да. Он пробудил Арчат. Некромант. Он рядом. Оскверняет воздух Хорчим колдовство. Хитерон и искусен. Они поднимаются, как приливные волны. Осажденные. Осажденные смертью. Им нужен ты. Клянусь. Мы найдем его и уважим твою смерть. Уважим твою жертву, проспросите. Словите несчастливых или обратите их вспять. Осквернина земля. Проклят создатель. Он загадками вечно говорит. Иногда не совсем понятно, что он имеет в виду. Ну, как бы, она суть относительно передает, но все же ты как дурачком себя ощущаешь в этом диалоге. Ну, может быть, у меня вот так. Найти источник вони. Поспеши весь них смертью. Уже рядом. Найти источник вони. Куда бездешь идет, да? Победить восставшего из мертвых. Обычный вся наша усилия пойдут этот зог где-то рядом. Я так понимаю, этот некромант воскрешает мертвых орков. В чем мне их перебить? Обрати его в гниль. Найти откуда приходит восставшие. Да вон какой-то тотем я вижу. Видишь, нужно очистить тотем некроманта только после этого мы сможем прервать ритуал. Нужно искоренить эту заразу. Все ближе и ближе. Где-то я эти слова уже слышал. Все ближе и ближе. А так прямо меня заметить не дадут скрыт его ударить, да? Конечно, недоумок. Мы снова встретились. Я зог. И я уже давно за тобой наблюдаю. Это ты меня вдохновил. Нет лучше армии для борьбы с мертвецом, чем легион восставших орков. Зог вечный. Только давай для начала я избавлюсь от бомжей. Чтобы мы с тобой один на один поговорили. Это что он делает? блокирование прыжка 52-м уровня ни хрена себе. Разбежал по-моему с полюбой до тихо. Я вообще сначала бомжей убил бы. Никто не мешался. Они видите как они атакуют неблокируемые атаку. А так он еще убрит. Что проблем у тебя дружок да? Ален они не перестанут исключать пока мы не лишим статем силы. Он что не умрет что ли? Давай очистим. Он питается от этого тотема недоумок ты борешься не с нами следопыт ты борешься с будущим мертвецы заберут мордор себе даже ты не сможешь этому помешать скоро станет еще веселее опять сбежал уже в какой очередной во второй раз наверное этот зох опасен а его прислужники возможно еще опаснее нужно разыскать где бы они не были да я так понимаю за ним охотиться мы будем долго даже подольше чем за брузом не но в целом неплохо неплохо все продвинулись в следующей серии мы будем осаждать горгород на сегодня как говорится все дорогие друзья надеюсь вам понравилось эта серия ждите продолжения подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии ну и всем удачи всем пока